Всем привет! Вы на канале все о смартфонах и у меня в руках новые часы от компании Kie Select. Это для мужиков, это для наших любимых девушек. Итак, будет распаковка этих часов. В принципе, как они работают, вы уже знаете, потому что ничего особенного там нет. Скачивается приложение, через приложение управляется этими часами. Но мы все равно пройдем всю эту процедуру. Давайте, наверное, взглянем все-таки на сами часы, потому что как им пользоваться, вы разберетесь. А вот как они выглядят, одно дело на фотке, а другое дело посмотреть действительно на них в обзоре, вживую, скажем так. Ну что ж, помчали, давайте начнем с более-менее интересной модели. Это вот для девушек. Смотрите, что мне здесь нравится, это то, что здесь браслет, он такой вроде металлический. Хотя часы весит... О, вот это весит даже тяжелее, чем этот. Но посмотрим, что за ремешок такой. Называется Kie Select Lady Watch L11. Стоит примерно 60 евро. Я вам не шучу, это очень дорого, но часы того стоят, наверное. Короче, ссылка будет в описании. Возможно, будет какая-то акция, или, может быть, цены упадут вообще в два раза. На момент просто доставки этих часов цена была такая. Сейчас может быть уже ниже. Итак, модель L11. Цвет золотой. Ух, для девушек это вообще сказка. Так, IP68 можно плавать. 180 мах батареи у нас. Так, размеры 47 на 41. Но это не очень интересно. Ну, в принципе, и все, да, ребят? Давайте, вот. Glory Fit App. Мы скачиваем это приложение, сканируем. Ну, все по стандарту. Итак, значит, мы берем с вами ручку. И ручкой открываем. Давайте я открою и, наверное, пропущу этот момент. Хотя, можно и не пропускать. Вот так вот распаковываем. Так. Вот они. Вот они, красавчики. Итак, вот так открывается. О май гад. Ребят, ну, первое впечатление очень красиво. Очень. Красиво. Богато. Уля-ля. Ребята, да. Да, что-то возьми. Они мет... Ой, блин. Какие они классные. Супер просто. Супер. Ну-ка. Вау. Это просто космос, ребята. Я не знаю. Это металл, алюминий. Не, алюминий, наверное. Да, точно. Это алюминиевый корпус. Цвет весь золота. О, что мой. Красотин. Итак, наклеечку срываем. Включаем. Вот так они включаются. Ки-селект. Смотрите. О, красотень. Ну что же, смотрите, язык сейчас английский. Но как только мы с телефоном, точнее скачем приложение на телефон, с коннектием, у нас все будет на русском языке. Итак, L11 версия, ребята, говорит о том, что здесь есть прослушивание музыки. Приходят уведомления, сердцебиение, там, пульс, мульс. Вот это все, я думаю, нет смысла, потому что это все здесь уже есть, понимаете? То есть, как в любых умных часах. Нет, я пока не буду клеить. Это все уже есть. Ну что же, давайте уберем часики в сторону. Комплект, все как обычно, ничего здесь вы не увидите. Сверхъестественного, зарядка. И все. Ну, то есть, без блока. Блок вам никто в комплекте не будет поставлять. Блока нету, поэтому мы часики берем в сторону. Ребята, ну это шикарный подарок для девушки, честное слово. Я думаю, что она будет в восторге, если подарите ей такие часы. Ну что же, давайте вскроем новую коробочку. Посмотрим, как выглядят мужеские. Ну, мужские, судя по внешности, мне не так уж и понравились, как женские. Ну, на то и есть мужские, такие грубые. И так, возможно, я уже просто наелся этими грубыми часами. Так, я достать-то отсюда. Друзья, вот, смотрите, вот здесь есть язычок. Мы его тянем вот так вот. Оп. Ну, правильнее будет вот так. И двери открываются. Достаем часы. В комплекте, в комплекте то же самое. Смотрите. Зарядка и instruction. Далее. Давайте уберем коробочку, чтобы не путаться. Итак, сами часы вот такие. Ну, они огромные, конечно. Давайте снимем пленочку. Ну-ка. Часа поставим их вместе. Вот, пожалуйста, размеры. Как мы видим, мужские намного больше. И кнопки, смотрите, здесь такая кнопка. Здесь у нас такие плавненькие. Здесь одна. Здесь, кстати, две. Интересно, за что отвечает вторая кнопка. Возможно, она отвечает за... Ага. А за что она отвечает? За возврат на или назад. Видите, пульс. Вот, смотрите. Оп. Оп. Вот, видите, моргает все. Итак, ребят, давайте пойдем в настройки. Яркость. Что у нас тут? Полная яркость. Ну-ка. Да. Это... А, не, ребят. Ребята. Эта кнопка, она сразу кидает нас в приложение. Видите, здесь куча приложений. Опять же, мы сейчас подключимся к телефону. И все будет на английском. Но здесь как-то все... Смотрите. Ну, как-то плавнее, красивее, что ли. Да? Смотрите. Вот здесь вот как-то оно абы как. А здесь как-то красивее, плавнее написано. Мне нравится. Честно. Итак. Ну что ж, давайте подключим часы. В принципе, они работают на одной операционной системе. У них все одинаково. Поэтому нам достаточно будет просто скачать приложение с Play Market. В котором мы зарегистрируем хотя бы один телефон, чтобы увидеть, как это все работает. Как она коннектится. Итак. Для тех, кто забыл, берем коробку. Сзади у нас... Кстати, эта коробка выглядит таким вот образом. К10 SmartWatch. 1.32 экран. 13 режимов спорта. 30 дней без зарядки. Мониторинг сна. Сердцебиение. Кислород в крови. Ну, то есть... Тут есть вообще все. Ну-ка, ну-ка. Я почему-то забыл вам про это рассказать. Итак. Модель, значит, еще раз у нас. К10. Можно плавать. Альпи-68. Блютуз-5. Суппорт. Мотор. Вибрэйшн даже есть. Ничего себе. Итак. Ну, круто, круто. Больше ничего интересного здесь не написано. Приложение Glory Fit называется. Для тех, кто пропустил Glory Fit. Вот так вот вводим. Вот это приложение, ребят. Его надо скачать. Обязательно нужно включить Bluetooth и местоположение. Потому что без этого программа не будет находить наш телефон. Давайте мы сконнектим. Например, вот эти часы. Смотрите, как это происходит. Подтверждаем. Здесь можно все пропустить. Пропустить. Здесь можно выбрать все, что угодно. Вот. Вот теперь нажимаем выберить устройство. И смотрите. Так. Разрешить. Смотрите. Вот. L11 и K10. То есть оба часов были найдены. Вот. Смотрите. У нас сейчас все на английском. Да. Смотрите. Сейчас все будет на русском. Настройка часов. Идет синхронизация. Так. Вот здесь можно проверить обновление. Есть ли обновление на эти часы. Последняя версия стоит. Итак. Здесь можно менять. Здесь можно менять. Здесь можно менять. Цифры блат. Например. Ребят, давайте выберем что-нибудь. Например. Вот этот. Давайте выберем. Загрузка идет долго. Хотя весит меньше мегабайта. И синхронизация тоже идет не быстро. Мне, естественно, пока не очень понятно, почему часы не перешли на русский язык. Возможно, кстати, дело в том, что у меня телефон. На нем кастомная прошивка. То есть она не официальная. И возможно из-за этого часы не перешли на русский язык. Может быть такое. Потому что, ну, часы не видят языка. Либо здесь же язык встроенный. Он идет изначально английский. Понимаете? То есть это вообще не проблема. На самом деле. Я уже такие часы. Миллион раз уже. Ну, как бы снимал на них обзоры похожие. Проблем никогда не возникало. И так же идет синхронизация. Давайте подождем. После синхронизации мы с вами будем настраивать дальше. Ребята, повторюсь. Часы. Реально, вот женские. Они очень классные. Не, мужские тоже мне понравились. Я думал, все будет то же самое. Нет. Там оно отличает. Смотрите. Опа. И обои сейчас будут другие. Нет. Обои не поменялись. Что было очень интересно. Почему? Итак, ребята. Ну, что ж. В принципе, через приложение мы можем отслеживать все, что будет показывать здесь. Ну, либо все то же самое делать через смартфон. Язык поменяется. Как только прошивка у вас на телефоне нормальная. Если у вас официальная прошивка, язык сразу же поменяется. Ну, и то же самое у нас с мужскими часами. Смотрите. Отдело отвязать. Теперь нажимаем выбрать устройство и выбираю L11. Все подключено. Вот мои L11. Они уже подключились сюда. Идем на стройки. Видите? Вот смотрите. Эти часы уже стали на русском. А те, кстати, действительно очень интересно, почему те не перешли на русский язык. Все на русском, смотрите. Те почему-то на русский не перешли. Очень интересно. Возможно, надо еще раз привязать. И все. Но в целом все настройки делаются через это приложение. Иди зайчик. Куда? Отвязать. Отвердить. Давайте мы еще раз привяжем тот телефон. Ага. Так вот. К-10. Подключение. Подключено. Итак. Давайте проверим еще раз. Язык поменялся или нет? Все. Все. Все, видели? Язык поменялся. Теперь язык на английском. Скачиваем приложение. Пишет. А, ну я в QR-код зашел. Ну вот, собственно, и все, ребята. Вот так это работает. Я думаю, что на этом можно мой обзор заканчивать. Часы водонепроницаемые. Уже проверялось. То есть с ними ничего не будет. Они очень классные. Крутые. На руках смотрятся. Вообще отпадно. Просто ноты для девчонок. Мужские тоже. Очень классные. Отпадные. Такие, ух, массивные. Такие часы. Вот так вот. Ну-ка. Вот так вот. Ну класс. Мне нравится, ребята. Ссылка на эти часы в описании будет. Переходите, смотрите. Если вам нравится, покупайте. Ну а если не нравится, напишите в комментариях, почему вам эти часы не понравились. Мне будет это очень интересно узнать. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.